Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, а это снова Зайчик, вторая серия четвертого эпизода. Я, короче, решил, что запишу эпизод полностью до конца, обычно они у меня выходят серии на три, и как бы, скорее всего, так, наверное, будет, просто мало ли он получится короче, или мало ли чего. Если получится короче, то выложу одной серии, если получится, как обычно, выложу двумя, соответственно, вот этим, с переходом, а где-то там внезапно возникшим, вот. Короче, мы находимся у Полины дома, мы, соответственно, без штанов, Полина, соответственно, на нас, и как бы тут начинается страшное, как бы, давайте, окей. Полина опустила веки, затрепетали ресницы, наши губы соприкоснулись, голова закружилась, померещилась, что я падаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я увидел зеркало на дверцах платинового шкафа. Там откражалась приоткрытая дверь, нутро коридора. И щели за нами следил Харитон. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились в меня, глубже и злее, чем кошачьи когти. Рассекреченный старик дал задний ход, отъехал от двери и канул в варю отеней. Пораженный я оторвался от Полининых губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня непонимающе и раздосадованно спросила. В чем дело? Я выпутался из-под нее, встал, натягивая штаны, с третьего раза застегнул ремень. Ни в чем. Так сказал бы, что дед палит. В чем проблема? Она сейчас подумает, что типа как бы и все, и что. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Ну как бы, подожди, а на что вы рассчитываете? Я понимаю, там первая любовь, там детские вот эти поцелуйчики, там вот это. Я напоминаю, что им 12 лет, судя по комментариям. Как бы там ничего больше быть не могло, совершенно абсолютно. Ну потому что это, ну, каждый у всех в детстве были какие-то поцелуйчики. Ничего же дальше-то быть бы не могло ни в коем случае, как бы в любом случае, как бы это же 100%. Ну, чуть-чуть бы еще там подержали 3 секунды губами, и все, разошлись бы, ну. Не уходи. Почему? Полин, послушай. Не уходи, Тош. Голос задрожал, слезы потекли по щекам серебристыми ручейками. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тема в монологе ее деда. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой. В смысле? Ты чего, Полин? Ну перестань. Я обеспокоенно склонился к ней. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Она хочет от деда сбежать. Ох, кто-то забыл в ПНГшке вырезать вот лишние вот эти вот, смотри, дергается. Хе-хе-хе, кто-то забыл вырезать. Я здесь с ума сойду. Не знаю, руки на себя наложу. Не надо. Вот этого не надо. Вот с этим давайте поподробнее. Этого не надо. Не говори так. Не надо, не надо так говорить. Даже думать об этом не смей. Она повалилась на кровать, ладонями прикрыло лицо. С хлипа превратились в сдавленное рыдание. Я растерянно топтался на месте, не зная, что предпринять. Давай сбежим. Завтра же соберем вещи и уедем в город. Нам по двенадцать лет. Вот, им по двенадцать лет. И что? И то, в смысле, и что, и то. Аж челка упала у меня. Тебе нравится жить в хибаре у леса? А других вариантов-то пока нет, Полина. Мы, блядь, пиздюки. Нам там что в городе? Нас в детдом сдадут. А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в четырех стенах? Так все сейчас так живут. Так ты подожди маленько, подрастешь, поедешь в институт. Хорошо учись, я не знаю, в институт, в консерваторию. Сейчас-то куда бежать? Тя кто, блядь, где ждет? Ее кулачки били по дивану, тело выгибало. Если ты мужчина, уведи меня из этого места. Так, ну это какой-то детский псих, это какая-то детская истерика. Так нельзя, нельзя. Это надо как-то успокоить. Надо деда позвать. Хотя, может быть, у нее с дедом вообще не в ладах. Пора уходить, отчеканил внутренний голос, и я был с ним солидарен. Так нельзя же ее просто так сейчас бросать. Там надо же как-то успокоить, там договориться, что-то еще. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Бля, не, нельзя было уходить. Я вышел в коридор бурча. Возможно, поступил как трус, но я не мог больше выносить ее истерику. Надел куртку, сунул с ноги в ботинки. Скирлы, скирлы. Хе-хе-хе-хе-хе, где-то он задавит нахуй. Я уставился в темноту, думая о медведе-людоеде. Плач Полина раздавался за стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в двух метрах, на границе света и мрака. Так нам по 12 лет, нам больше не надо Какие претензии ко мне? Я промямлил шнуруя обувь Простите, мама будет беспокоиться Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон Ну, наверное Ваш свидетельство о рождении должно быть написано, нет? Тени клубились, двигаясь за плечами Харитона Я жаждал покинуть это странное место как можно скорее Нет, простите Почему? Взволнованный я извинялся направо и налево Почему плачет Полина? Что случилось? А вот так-то, блядь, сходу-то и где-то не объяснишь Блеснули железные зубы Пойдем на кухню Чай пить будем Нет, не хочу Я тортик разрезал А тортик, а потом меня Иди нахуй Меня ждут Меня ждут, дома мать ждет Подожду ты перестану Ну, пойдем Пойдем Не, не пойдем Езжай один Он хныкнул капризно Наконец, справившись со шнурками, я вскочил на ноги Старик улыбался на цадну Что такое на цадну? На цадну я не знаю, что это за слово Я повернулся к нему спиной Пальцы сражались с замком Скерлы, скерлы Бля, дед специально, наверное, так детей пугает, чтоб мне никто не ходил Меня не позволят уйти Наедут сзади коляской, утащат Скерлы, скерлы Дверь отворилась, впустив в душный коридор зимний мороз Как твое настоящее имя? Антон! В смысле? До свидания До свидания Действительно Бля, это было опасно Я вылетел на крыльцо, на дорожку, петлящую между домов Пока я гостил у Полины, мрак вороньими крылами объял поселок Из-за ветра он казался живым и мыслящим существом Слабо горели в мурованные в ночь фонари Я утер лоб Ну и ну, что за концерт устроила Полина? А старик, подглядывающий за нами Не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать Едва я вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки зарыскали по моей коже Кто нахуй? Я встрепенулся и окинул взором улицу У забора маячил неясный силуэт Кто здесь? Человек шагнул ко мне Встал в кольце фонарного света Душа, куркнувшись, ухнула в пятки Я узнал Ромку Щеки одноклассника были мокрыми, а глаза покраснели Он плакал, прячась в темноте Ну, привет Ну, здорово Давай только не драться Что ты тут делаешь? Да вот Ты не пришел на наш спектакль Я волновался Что с тобой? Что-то случилось? Значит, драка будет Как с Семеном и Катей Это ты из-за этого плакал? Не надо Раздался щелчок Скверкнул нож бабочкой Обескровленные губы Ромы растянулись в страшной гримасе Зрачки сверкали словно две монеты Бляха, это надо напрямушку забрать Вот так вот возьму себе Хорошо смотрится Ром, убери нож Зачем? А зачем он тебе нужен? Как без ножа я смогу разрезать тебя от пупка до глотки И проверить, что внутри у предателей? Бляха, вот это тоже напрямушку Мне кажется, это разные кадры просто Рома Я отступал, боясь повернуться к нему беззащитными лопатками Рома шел на меня скалясь Был у нее дома? Да? Да Я с дедом тусил Мы с дедом просто старые друзья Я Харитон Ну что, ну мы же это Правая рука Вальтрона Говорит Центр Управления Как слышно Ты был у моей Полины? Она сказала, что она не твоя Рисовал ее? Трогал? Рисовал ее? В смысле, типа, вот это что ли? Все не так Все так Я врал, конечно Все было именно так и даже больше Жалкий ублюдок В уголках его рта выступила пена Он судорожно утер лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам Остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти Железная бабочка начала свое медленное движение вверх и вдруг, как на ускоренной пленке, нырнула вперед Это Ромка резко качнулся ко мне Его лицо приобрело цвет воска, а глаза пылали, как фосфорные Я ощутил толчок и опустил взор Бабочка была ненастоящей Из магазина приколов Игрушка, в которой лезвие погружается в рукоять Затем я понял, что ошибся Что не вижу лезвию потому, что она погрузилась в мою грудь Что оно сейчас внутри Между ребер Холодное Острое Как звук, запоздавший за светом, пришла боль Удивительно, она не была очень сильной Зато была ужасно неприятной Сосущей и отдавала куда-то в затылок Я схватил Ромку за предплечье Он вырвал нож, как в замедленной съемке За лезвием взлетел пунктир алых капель Кожа на костяном каркасе Ромкиного лица Гротескно растянулась Рот распахнулся Между передними зубами натянулись нити слюны Я хотел сказать, чтобы он прекратил Но слова застряли в горле Мир пошатнулся Я упал на колени Стало сложно дышать Словно воздух в легком превратился в вязкое тесто Рот наполнился кровью Морчу, блядь, натуре перернулся, лежу Она выплеснулась на снег Неспособно держать голову ровно Я смотрел в эту красную лужицу Потом я упал в нее лицо Кровь согрела щеку Я полежу, и все пройдет Ничего страшного, зашьют врачи Ромка схватил меня сзади и резко перевернул на спину Я увидел его перехошенное лицо и глаза фанатика Взяв бабочку обеими руками и зарычав Рома обрушил оружие вниз В мой живот Это же ему все кажется Это же все ему снится Это же неправда Такого же не может быть Я в это не верю Боль поглотила разум Я не мог пошевелиться Не мог даже зажмуриться, хотя на зрачках осели горячие росинки Нож взмыл вверх Пронзил какой-то пузырь внутри меня Взмыл Опустился Взмыл Ромка кричал и колол Кричал и резал Кровь плескалась мне в лицо, взлетала широкими багровыми лентами В голове словно вспыхнули десятки огоньков Но сразу же начали гаснуть один за другим И те области мозга, в которых погибали Эти странные светляшки погружались во мрак Фигура Ромки размывалась Я перестал следить за ножом Я поднял взгляд по залитому крови лицу своего убийцы Вверх в темнеющее небо За долю секунды я увидел жизнь, которую не проживу Миллион упущенных возможностей Как зритель в пустом кинозале я смотрел на экран Я видел Олю, которая повзрослеет Но я не узнаю об этом Я видел ее детей, которых не подержу на руках Стареющих родителей в доме на краю леса Я видел яркий свет в галереях и выставочных залах Чьи стены не украсят мои картины Мостовые городов, по которым не прошагаю Двадцать первый век, который настанет не для меня И просто целую вселенную, состоящую из людей и вещей Навсегда мною утраченных Ослепительно запылало То ли в небе, то ли под опускающимися веками Нож колол и колол, но боль прошла Тело больше не имело значения Фильм закончился Я растворился в бесконечной темноте ЧЕГО? Милиция арестовала подростка, зарезавшего сверстника во время ссоры Между учениками шестого класса средней школы возник конфликт В результате которого один из учащихся нанес другому более десятка ран выкидным ножом Мальчика доставили в больницу, где он скачался от потери крови Школьник, убивший сверстника во время допроса в милиции, признал вину По факту инцидента заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ Также уголовное дело по статье о халатности Может грозить директору школы Чей ученик свободно разгуливал с ножом И заму по воспитательной работе На месте происшествия работают следователи и криминалисты Конец Как понять конец? В смысле, конец игре, что ли? Как понять конец-то, вы чё? Ебать, чё за приколы? Это как в этой, как в The Snow Game, да? Сейчас скажут, что это был сон Чё, идти, войдись надо мной, что ли? Я не понимаю Ты чё, всё, реально всё, что ли? Прям всё-всё? Вернуться Ну, вернуться в игру, это всё прикол был Бля, нет, не в игру Серьёзно? Серьёзно? Бля, я в ахуе ещё сижу А как же так получилось-то? Нихуя прикол, Дэсы Прикольчики, нихуя себе Да, блядь, что умница Ты не понимаю Это нервная какая-то? А чё делать? Ну, я как бы могу загрузить вот это сохранение Там, где я в прошлый раз выбрал Ромку Выбрал Полину выбрать Ромку Возможно, так хотя бы будет хэппи-энд Или здесь хэппи-энд не предусмотрен? Ну, окей Давайте тогда я сейчас выберу Ромку И посмотрим, что будет в четвёртом эпизоде Я просто его промотаю тогда до начала И всё Ну, это, да Так, окей Я выберу Ромку здесь, в разговоре И посмотрим на новые реплики какие-нибудь Что он там скажет ей Да, порой Ромка вёл себя ужасно Бывал несправедлив к другим И помакал слабыми Но что-то мне подсказывало Что дружба для Ромки не пустое слово Разве не о друзьях я мечтал всё это время на новом месте? Команда Вольтрон, окей Пускай здесь они и были так же чудовищны Как вид на древний лес из моего окна Я сдвинул очки на лоб, потирая глаза Ах, поскорей бы уже повзрослеть Ты думаешь, будет проще? Вот это я не помню с чего Не давая ответить, раздался дверной звонок Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь Это Ромка с Бяшей пришли репетировать И я должен помочь ему вести девочку, которая мне нравится Полин, подожди минутку Сделав пару шагов, прижался к дверному полотну Горевшая снаружи лампочка озрела крыльцой Но это, скорее всего, пошло то, что было в этом То, что было в конце третьего эпизода Поэтому я проматываю до четвёртого И, соответственно, мы продолжаем оттуда Ржаться вечером Так, вот, она мне в четвёртом эпизоде Сейчас предлагает с ней прогуляться вечером Но так как я в прошлый раз выбрал рломку, переиграв Мы, соответственно Я так понимаю, ей откажем Её волосы каскады... Почему бы и нет? Давай Нет, в смысле давай! Я выбрал другой вариант! Тогда после алгебры на заднем дворе Нет! А Она теперь говорит на заднем дворе Она привстала и снова посмотрела на меня Своими пронзительными глазами Пробромотала, гадая Что-то из Мусоргского? Где? Нет, пожалуй Не И ушла А вместо неё в проходе вырос Ромка Он плюхнулся ко мне за парту и зашептал на ухо Ты с ней говорил? Ну, бля, я... Вот так Бяша проковылял к нам, но Рома осадил его сердитым взором Бяша, отвали на пару минут Тот обиженно поджал губы и скрылся из класса Рома опять повернулся ко мне Ну, говорил или нет? Да чуть-чуть, ну я, ёбаный рот Ну ты чё, ну... Говорить с ней нельзя, что ли? Она так изгоем станет, если никто разговаривать не будет Она что-то сказала про меня? Да сдался ты ему Мне хотелось улыбаться печально и обречённо Ромка, капитан команды Вальтрона Был влюблён, действительно влюблён В его взгляде кипела надежда, мольба и тревога И это делало его совсем наивным мальчиком, который оградился от мира спортом Резкими движениями и холодностью Мог ли я предать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли сделать правильный выбор в ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлившись Она спрашивала, где ты будешь после уроков Лицо его стоило того, чтобы соврать Оно буквально засветилось от счастья А ты что? На заднем дворе Сказал, что ты будешь на заднем дворе Да я понял Ромка взволнованно облизнул губы Вцепился мне в запястье Я испугался, что сломает Ну, Доха! Ну, спасибо, друг! Погнали скорее готовиться! Почему? Аааа! В смысле? Это же мы репетируем спектакль, когда ее там А потом он ее... Ну, да Ща мы закатим такую шум программу, что прям ого-го! Я сейчас немного в ахуе сижу от концовки эпизода от той Поэтому немножко не очень воспринимаю все, что происходит Он ушел к ворчащему в коридоре Бяшин А я, оцепенев, уставился на пустой стул Полины Только что я променял одну дружбу на другую Оставалось лишь надеяться, что я не прогадал Эхо звонка металось по мрачным закоулкам школы Наспех застегивая куртку, я выпорхнул во двор Синоптики не соврали, пророча метель С севера наползало свинцовое облако В нем клокотал могучий рев Дети вставали спиной к ветру и смеялись, когда порывы толкали их по катку Вьюга уносила смех в фиолетовую даль Ромка бросился ко мне, как только заметил на привычно пустом пятачке за школой Готов? Точно не сдрейфишь? Не, а че мне? Я, блядь, после таких поворотов все что угодно Только без бабочек давайте Второго шанса не будет Я в курсе Я не был готов, абсолютно Живот покалывал, требовал убираться, не ввязываться в заранее проигрышное дело Но бросить Ромку на полпути я уже не мог из принципа Тот тем временем, загибая испачканные в чернилах пальцы, судорожно пересчитывал реквизит Букет есть? Есть Маньяк присутствует? Где? Я? Я не помню Че там еще? Бяша А что с моим образом? Где мой топор или там маска? Да не гони, Тоха! В смысле? Я, блядь, в открытую маньяком пойду? Ты дурак, что ли? Это же сразу подстава будет написано Надень ту зайчую, что с собой по жизни таскаешь А, это да Только резче! Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе А ты думаешь, она по куртке меня не узнает? Я с недоверием полетел на Ромку, но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянули за него в предвкушении Вместо того, чтобы удивиться, я испытал лишь облегчение, вытащив наружу мое настоящее лицо Вместе с ним пришло спокойствие, и колики улеглись Я вспомнил ощущение полета, невесомости, счастья Тут же проблемы Ромке показались дозевоты мелочными и несущественными Давай, как репетировали Давай Только она появится Сразу я ей втащу Я пригрожу ей дорогу Ага, а я из-за тех кустов такой бац и на выручку Жесть, а потом с дедом с ее знакомиться, бля, я тебе не завидую, короче Только веди себя посмелее, Тошик Хорошо Чтоб как в заправду Только Тошика меня не называют, то спалим всю контору, нахуй Я постараюсь себя не сдерживать Простой кусочек картона и шерсти нес в себе энергию, которая могла соперничать с яростью метели Бля, не видно же ничего И я не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх очков Поправил его, чтобы глаза смотрели точно в прорези Ромка исчез А из-за школы вышла, оглядываясь, Полина Футляр из-под скрипки был неизменно с ней Сапожки скрипели на свежем снегу Тучи проглотили солнце и темнота обратила меня в длинноухий силуэт С сомнением, посмотрев в мою сторону, Полина начала огибать площадку Хе-хе, значит не узнала Я шагнул на перерез, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда могли подсказать Полине, кто перед ним Ты случаем не потерялась, деточка? Да такая, бля, актер, актер не сети Оскара Хмурясь, она потеснилась к устам Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Из-за них тут же показался чертыхающийся Ромка Он неуклюже двигался боком, словно краб И все так же прятал руку с цветами за спиной Эй, садись, проклятый Пока я здесь, никто не обидит эту девушку Хе-хе-хе-хе Забирайте Оскар нахуй, он тут не пригодится Понял? Ты! Только не бей! Под маской я страдальтически вскинул брови Интонация Ромки была фальшивой и откровенно идиотской На репетиции он отыгрывал восток Ратурови уверенней Но я не подал виду и, нагло схватив Полину за воротник, подтянул к себе Пальцы пробежали по ее шелковистым локонам Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся Чувства всегда звольности и безнаказанности захлестнули меня Я намерился завалить Полинку на землю и тискать до синяков Пока несущая колесицу Ромка не научится актерствовать как надо Говорю! Не тронь! Но я не послушал и продолжил пьянея от собственной власти От того, что растерявшийся Ромка мяблил себе под нос Я мог делать все угодно под покровом заячьей личины Прояви терпение, Рохля! Нихуя вам блатной, ле, блатной Можешь вот это на превьюшку-то взять? Кстати, неплохо смотрится Опа! То сразу два кадра и сразу красиво Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя У Ромки даже округлились глаза от удивления И было видно, что он какое-то время пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли Но прежде чем нелоспеченный герой хоть что-то предпринял, его опередила Полина Так, что тут происходит? Петифан, ты уберешь своего дружка? Полина наотмаштурнула меня подвергом так, что я мигом протрезвел Я же... он меня... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Она внимательно посмотрела на меня Словно могла видеть сквозь картонную маску И даже в тусклом освещении я видел, как порозовела ее негодующая личика Антон? Вот не думала, что ты такой Зато живой Я замычал, ища оправдания и втайне надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит Но фиговейший из актеров появился... Но фиговейший из актеров пялился на сугробы и краснел от стыда Спланировать такое шоу и так облажаться Полина смотрела нас, сжав кулаки И вдруг выкрикнула Клоуны! Крик-вердикт еще бился о школьные стены, как попавший в ловушку голубь А Полина кинулась прочь от нас по заснеженному асфальту Она плеснула тенью, словно шлейфом платья И скрылась за углом Голова Ромки обреченно упала на грудь Облезлый букет шлепнулся в серую каршу мокрого снега Это фиаско, братан Это фиаско, да Я снял маску со вспотевшего лица, а ветер остудил кожу С маской я словно стащил слепок посторонних мыслей и эмоций Ромка скрипел зубами, торящись под ноги Потерянный и подавленный, не умеющий, как и я, встречать контратакой удары судьбы Я видел, насколько ему плохо Он готов был крушить все вокруг, биться лбом о бетон Что угодно, но только не попросить Полину вернуться Он был сильным и смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить Решение пришло молниеносно Я положил ладонь Ромке на плечо И кинулся по пришкольной территории, пытаясь догнать Полину Эхо повторяло стук подошв Скрипичный футляр девочки покачивался, как хвост раздраженного животного Полин! Она сбавила шаг, но не обернулась Ну, Полин! Показался ее хорошенький профиль Чего? Я поравнялся с ней и осторожно взял за локоть Она не отдернулась, хороший знак Ты все неправильно поняла Полина убрала с лица прядь Я подумал, что этот жест она могла подсмотреть в каком-нибудь фильме с Шерон Столл Голос ее оставался строгим Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок В кавычках, конечно А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит Еще и маску где-то нашел Гадкую такую Я вспыхнул Ничего она не гадкая Но вслух сказал А вот и не поняла Ты Ромке очень нравишься В ее взгляде проскользнуло любопытство Мне так отчаянно захотелось обнять Полину Украсть, увезти в лес Познакомить с моими новыми друзьями Чтобы флейта играла Полине бы понравилась ее мелодия Чтобы мы прыгали до небес выше облаков И там, под приколоченными к небосводу звездами Я бы рассказал Полине, как нуждаюсь в ней Что она вода, а я умираю от жажды Я думала, я тебе нравлюсь Я притворился дурачком Мне? Полина обиженно вырвалась Все ясно Да постой же, нравишься Ты всем нравишься Но Ромка, он особенный Особенный лжец Он целеустремленный И на самом деле серьезнее, чем кажется Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала Когда она говорила о побеге? Она говорила о побеге в конце прошлого Это никак не связано В какой-нибудь большой сверкающий город Да куда угодно Он обещал защищать тебя Полина смотрела в темноту за чертогами школы Там был ветер и клубился снег И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе Дать ему шанс Шутки шутками А настоящий маньяк еще на свободе Позволь Ромке проводить тебя сегодня Я говорил, а губы мои немели И деревенело лицо Я боялся, что голос Выдаст истинные чувства Слова были бритвами Которые резали мне грудь И грудь и гортань Высыпаясь снаружи Полина молчала бесконечно долго А потом еще дольше Она возмущенно сопела И барабанила пальцами По черному футляру Наконец она сказала, вздохнув Передай своему Ромке Что я жду у школьных ворот Но чтоб не думал себе всякое Я изобразил радость Когда надо я мог притворяться Ты не пожалеешь Я брел обратно за угол Вслепую шаркая по снегу Потому что мои веки были плотно зажмурены А сердце билось как молот Вгоняя в душу гвозди Ромка сидел на корточках Взерошивая короткие волосы Она ждет тебя у ворот Наградой мне было Изумление на лице товарища Он вскочил, захлебываясь словами Совсем не тот замкнутый лидер молчун С которым я познакомился на прошлой неделе Тош, ты спас меня? Братан, да я теперь твой должник на века Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Наверное Или... Я мечтал об одном Чтоб меня оставили в покое Чтоб я мог стоять в тишине И смотреть, как колышется на ветру лес Вдыхать морозный запах хвои Сквозь старую маску Иди уже Хотелось верить, что в случае с Алисой Мне не придется выбирать между чувствами и дружбой Кроме нее у меня уже никого не осталось Разве что Оля Ну конечно, мой лучик света В этой кромешной черной тайге Как я мог забыть о своей маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу Ромка, успевший сделать несколько шагов Остановился и посмотрел на меня Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде Ну, это, бля, невыполнимо Мой приятель ухмыльнулся, сдвинув шапку на затылок И что ты предлагаешь? Сберкасу обнести? Нет, надо просто поймать маньяка Того, кто в ответе за все эти похищения И получить обещанную награду в милиции Ромка скривился, спрятал руки в карманы штанов Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские, будь здоров Меня утомило переехаться с Ромкой Ты поможешь мне? Да или нет? Я сказал уже, мы команда Куда ты, туда и я Хорошо Теперь понять бы, с чего начинать Слушай Бяша говорил, что слышал плач в буреломе за кладбищем Готов поспорить, это была Катька Я весь собрался, превратился в нерв Катя это шажок к Семену, а от него к Вове Поможем милиции арестовать убийцу И проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе А с ним уйдут взрослые запреты, что не разрешают Оле выходить на улицу И я наконец научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу Да и время поджимает Давай пересечемся у дома Полины через час Нет, лучше через полтора Куда тебе столько? Что ты там, блядь, собрался к ней прилипнуть, что ли? Знаешь, где она живет? Знаю Я вспомнил номер дома, тайком подсмотренный в анкете Полины Думаю, найду Отлично, мне пора И Ромка умчал А я остался усмирять голоб в грудной клетке Быть может теперь с Ромкиной поддержкой весь этот ужас наконец прекратится Лузгущий семечки Бяша скривился, как только я подошел к нему Смотрите-ка Я явился Мне запалился, на Бросили меня тут, на И срулили вдвоем Голубки А еще она команда Вальтрона называется Бяша нахохлился и демонстративно отвернулся На минуту я задумался, взвешивая про себя, пригодится ли нам помощь Бяше в поисках Кати Или этот Ромкин прихвостень только все испортит Позвать, не звать Бля, да позвать надо, конечно, с другом наш Я передал Бяше доработанный набросок Вальтрона Огромного трансформера, собранного из пятерки роботов львов Не тёфи, это мне на? Тебе на, да на? Спасибо, Антоха Уважил Ты чего уж там Через полтора часа встречаемся у Полининого дома Намечается срочное дело Бяша аж порозовел на радостях На радостях лучше звучит Чем будем заниматься? А маньяка будем ловить Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы Постараемся не пропасть без вести Три мушкетюра, окей Самые длинные полтора часа жизни Словно миксер размололи мой мозг до жидкой кашицы Одни тревожные мысли нахлёстывались на другие Пропавшая Катя Лес Маньяк И склепы Могилы Кресты Бяша выпался из ранних сумерек в квартале от назначенного места Чего унылый такой, на? Сведых анекдотов нет? Расскажи Я был рад видеть даже его физиономию Вся банда в сборе Ну, типо да Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании По улыбке до ушей становилось ясно, что прошло оно великолепно Ромка шутливо баднул меня в бок Ну айда, джентльмены Айда Этот тесливый, тот нефятный Фиг вас поймёт на А бяша прекрасный И всё, надо было так сказать А ты лишний раз бяш не думай А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится Ай, бля, ну ты, конечно, подъебала На радостных такой весь ебать Шутки повёрнутся и дела Небось сосался там, блядь, с дедом Нахуй, не верю, не верю я в это, не верю Вот не верю и всё В это время люди в домах стряпали, смотрели телевизор и переругивались На крыльце курили хмурые мужчины Скрипел колодезный ворот Метель обошла посёлок по дуге Но не она заботила меня и пугала Лес вырос на нашем пути И то ли мы в него вошли в него, то ли он проглотил нас зубастой пастью Сосны скрипели, а из тайги тянулись зыбкие тени Они выгибались по обе стороны от дороги Никто из нас не пронил ни слова, ступая на просеку Сизая дымка струилась над оврагами Её хвосты завивались в призрачном танце В лесу тошнотворно пахло воском церковных свечей Мутил рассудок Снег чавкал, проседая под подошвами Кочки напоминали насыпи на могилах А кресты заменяли перекрученные хилые деревья Из заледневших болот стенами и булькала тьма А стенала и булькала тьма Злобно завыл ветер Время перестало иметь значение В какой-то момент мы уперлись в бурелом Значит так Поисковая операция начинается Далеко не разбредаемся Ищем любые следы Кати или похитителя И желательно пацаны поживее Уже через час станет темно, хоть глаз выколи Мы осторожно стали пробираться через повальные деревья В слабой надежде найти хоть что-то Хрена лысого мы в таких потемках найдем Так надо было днем идти нам, блядь Завтра у нас, утра на Вместо школы на Давай дебилу-то по домам Согласен, сейчас в темноте делать нечего вообще Опа, опа, кошель Опачки Че тут у нас? А мне сегодня фартит Братва, я, кажись, на зол Это ж Каткин, кошелек А потом я услышал сдавленный вскрик и не понял, кто кричал Ромка, Бяша или я сам Наконец я все увидел воочию и все равно не поверил своим глазам Абсолютно седой Бяша в ужасе пятился, спотыкаясь, пока наконец не рухнул в сугроб Он протянул руку и я увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту Бяша взвился, словно ужаленный, и побежал прочь Ромка не посмотрел на него Он продолжал глядеть вперед, не моргая и не дыша Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то неописуемо страшному Нерешительно отодвинул завесу из мохнатой хвои За елями показалась небольшая опушка, некогда выжженная точным попаданием в пустоту Почерневшие пни ограждали круг Посередине стоял черный гараж Его гладкие стены были выкрашены черной краской Казалось, они впитали в себя сам мрак Я подумал, что гараж это не просто металлический короб, который легко можно перевозить с места на место Он нечто живое Насекомое с черным лоснящимся хитином Прожорливый падальщик Мы таращились на него, он внимательно следил за нами красным мерцающим глазом Я сказал себе, что это просто лампочка Генератор жужжал тихонько, но в этом звуке слышалась угроза Бяша увидел, гараж и посидел Открыто А есть фонарь? Нет Я попытался сглотнуть Рот был сухой, как пустыня Ворота гаража были распахнуты Внутри клубилась чернота Я почувствовал прикосновение Ромка положил ладонь на мое плечо Пойдем Он выглядел сейчас старше своих лет Да что там, он выглядел дряхлым стариком Куда? Ты что, сбрендил? Давай предупредим лейтенанта Тихонова Так гараж-то уедет отсюда, пока вы предупреждаете Ромка сплюнул себе под ноги Не будь ты таким наивным, Тоха Твой Тихонов вон даже варежку в лесу отыскать не смог Ха-ха Да и западло с ментом сотрудничать Особенно, когда я у него на учете состою Хулиган выхватил визитный ножик И серьезно посмотрел на меня Маньяк наверняка вернулся туда В свое логово Если получится, возьмем его тепленьким Пока он не ждет Ну, если вы будете так громко пиздеть С открытой дверью, то, скорее всего, вас уже там ждут Иначе в следующий раз Подкараулит уже он А, в смысле, вы в гараже подождете А он придет, потом и ты его... Зверята говорили, что они... Что он всего лишь навсего человек из поселка Но справимся ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат Так что решайся В милицию, в гараж Бля, в гараж Ну, гараж просто пропадет Мы приблизились к постройке Он уедет, Джон же постоянно в разных местах Это SCP гараж И скоро бы не доносилось ни звука Только гудел генератор Ромка постучал костяшками по воротам Убеждаясь, что они не собираются превращаться В хищные челюсти Осмелев, он распахнул двери пошире И принялся ощупывать проем В поисках выключателя Включить Так а у тебя что, зажигалки даже нет никакой? Гараж оказался самым обыкновенным Полки с инструментами по бокам Какие-то канистры И тряпки, да накрыто чехлом машины Ни маньяков, ни их жертв Я даже усмехнулся от облегчения И прочел те же эмоции на лице товарища Ромка вошел в гараж И обогнул по часовой стрелке автомобиль Пошарил среди пыльных полок Посмотрел на меня Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог В углах, как паутина, налипла тьма Паук, если он и был, давно покинул гнездо Что это? Осмотреть, в смысле? А, можно что посмотреть Отсеченные конечности, груды фарша и головы Облепленные мясными мухами Вот что я вижу, заглянув в ящик Как в ночном кошмаре Страшная версия поля чудес В которой ведущий, хохочая и пуская слюну Вынимает из коробки истекающие гноем призы Но на его ящик был пуст Если что, там и было Это убрали с глаз долой Так, что еще? Почему мне это так напоминает алтарь? Точно, гараж это церковь А здесь атрибуты нечеловеческой таежной религии Я не хочу видеть иконы этой звериной веры Древние письмена и железные реликвии Да нет же, просто хлам Никому тут не молятся Не бывает таких храмов А воск на столешнице потому, что электричество часто отключают И хозяин работает при свечах Это что? А, это машина, что же еще? Просто автомобиль на открытой тканью Внутри никого нет, ни живых, ни мертвых Вонь застарелой крови, она... Она только у меня в голове То, что находится под мешковиной, пахнет машинным маслом, не более Ржавые железяки, похожие на стальные клыки В пасти этого мерзкого, мерзлого места Или на пыточные инструменты средневекового палача К таким прикоснешься и на пальце сразу расцветет рана А в порез просочится инфекция От ржавчины и засохшего жира И ты сгниешь заживо Там на щипцах что-то багровое Надо подойти и проверить Краска! Это просто краска Тусклый свет не проникает туда В темноте может быть все, что угодно Вдруг оно смотрит на меня в упор Прячась за кружевом паутины А если встать на цыпочки? Пыли рухлит Что ими сжимали? Что хрустело между металлическими челюстями? Что лилось на верстак из рвущейся плоти? Чугун от длительного использования совсем раскрошился Но это обыкновенные слесарские тиски Такие же стоят в кабинете труда Тиски для деталей, а не для жертв Капли масла, а не крови Че, все что ли? Реально? Ржавый хлам Оказывается это место капец какое унылое А вы его, блять, боялись, Бяша аж посидел Какому такому мудаку пришла в голову идея Перевозить гараж с места на место? Это, кстати, подозрительный вопрос Надо, может быть, все-таки снять? Пошли отсюда Так давай, может, все-таки снимем? Ага Давай, может, все-таки снимем? Давай догоним Бяшу Ему крепко досталось Давайте, может, все-таки снимем? Я вышел под снегопад Ромка уже топал к выходу Когда вдруг остановился И задумчиво поглядел на автомобиль Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Давай спиздим тряпку с него Дай-ка я хоть магнитолу скручу А, это скрути Обожди минуту, я мигом А сейчас там что-то будет Из-под чехла раздался всхлип От неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб Ты слышал? Она там Я смотрел, как друг дергает за ткань Но подбежать помочь не хватало сил Ноги словно примерзли к земле Но Ромка справился без меня Спор этой с помощью ножа-чехол полетел в сторону Под ним не было автомобиля Там, вырастая из пола, блестела машинным маслом огромная мясорубка Я видел такую в одной передаче до шестнадцати старше До шестнадцати старше Советская российская телевизионная передача, посвященная проблемам молодежи Беспризорность, движение рокеров, тему наркомании и дедовщины Проблемы досуга и взаимоотношений в семье Я не смотрел Промышленная махина, которой на фабриках перемалывали коровьи туши для колбасы В раструбе, напоминающем зев кровожадного цветка венериной мухоловки Находилась связанная Катя Она очнулась, словно ото сна Ее глаза округлились от страха Кляп позволял лишь хныкать и мычать Скорее сюда! Я сбросил с себя отропе, как тяжелый чехол, и рванул в гараж Тем временем Ромка почти взобрался на стальную душу губку Он взял Катю под мышкой и... Вероятно, коленом Ромка зацепил какую-то кнопку! Загудел механизм! Звук напоминал ворчание голодного желудка! Ромка закричал испуганно, ягод осознавая, что он наделал Черт! Выключи ее! Выключи ее! Я сейчас! Держись! Ничего! Ни одна чертова кнопка! Ни один тумблер не могли остановить этот жуткий скрежет Шерновов! Не работает! Ни хрена не помогает! Так помоги мне! Мы согнулись над Катей и рванули ее за локоть Внизу заработали спирали Сначала медленно, но с каждым витком они набирали скорость Раздался хруст! Так костер поедает хворост Спасти! Че сидим-то? Спасти! Алло! Спасти! Спасти! Я нажимаю кнопки! Я нажимаю кнопки! Мне не надо полкати! Дайте целую! Целую дайте! Катя взвыла сквозь кляп Но мясорубка не отпускала! Мясорубка питалась! Я закричал, увидев, как лезвие наматывает на себя лохотец Плюснутых ног Ноги Кати теперь напоминали измочаленные колготки Кости прокнули кожу и торчали словно сучки В багровом сиропе плавала белая каленая коленная чашечка Я тянул Катю на себя и чувствовал, что проигрываю Спасти! Спасти! Вытаскивай ее! Как это сделать? Бля, ушла Лезвие раздробили таз Запенилась кровавая каша Катя выла на одной безумной ноте Глаза вылезли из орбиты, белки стали красными от лопнувших сосудов Лезвие дошли до живота Легко выгребли из плоти сизые трубки кишечника Так Коля наматывала спагетти на вилку Вонь внутренности распространилась по гаражу Я больше не пытался помочь Кате, в этом не было ни малейшего смысла Голова девочки свободно болталась Мутные глаза смотрели в пустоту Мясорубка перегрызла ребра и поглотила едва оформившуюся грудь От кровяного давления лицо Кати потемнело Алые струки сочились из глаз и ушей Катя умерла, но механизм продолжал работать Волосы попали в лезвие и скальп с сочным хлюпанием отделился от черепа Кожа лица съехала вниз Грема со смертью заставила меня обшатнуться Я ощутил руки на своем теле и решил, что сейчас меня швырнут в разбух в качестве десерта Что я смешаюсь в единый фарш с Катей Но это Рома тащил меня прочь Из металлического хобота механизма шлепнулась в поддон толстая колбаса-кровянка С застрявшими волосами и костями Какого хрена ты стоял, как скопанный? Мы же могли успеть ее спасти Я нажимал, не нахер! Я сразу нажал, как только мог Вот уж не думал, что ты ее так сильно ненавидел Надо убираться отсюда Фарш Мы вывалились из гаража Я взял горсть снега и запихнул себе в рот Прожевал рыхлую субстанцию Рома стоял на коленях, утирая лицо снежком Я отползал от чудовищной мясорубки, цепляясь ногтями за лед Кашлял тот, что пытался отхаркнуть воспоминания об увиденном Но я знал, что никогда не забуду ни запаха, ни звука ломающихся костей Ни предсмертной агонии Кати Рома пополз ко мне на четвереньках, и на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса И теперь, как дикий звереныш, перегрызет мне глотку Но он взял меня за куртку и принялся снегом оттирать красные капли с рукава Что ты делаешь? Никто не должен узнать О чем ты? Никакой милиции, слышишь? Ну, это сразу на них повесит, он же кнопку-то нажал Катю по частям мы не соберем Не соберем А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя А так и получится, что ты кнопку нажал Ну, ты говорил Говорил, говорил Он метнул ненавидящий взгляд в гараж Я включил мясорубку Это да, так и было Нечаянно Попробуй докажи Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство Я за решетку пойду А маньяк будет разгуливать на свободе Блять А жизнь ведь только начала налаживаться Но мы не можем просто так Можем Поклянись, что никому не скажешь А иначе он не произнес Но это читалось в его тоне Я молчал минуту, думая о кровавом бульоне, льющемся из махины Рома был прав Даже если Тихонов поверит нам Гараж к тому времени может исчезнуть Чудесным образом перенестись на другую поляну В другую часть этого чертового леса Пожалуйста Кто-то должен защищать Полину И Олю Подумал я медленно кивая Хорошо Я боялся, что не сдержу слово Что мама прочтет все на моем лице Увидит нестертые капли крови Унюхает запах И я раскалюсь Просто упаду перед ней на пол И буду рыдать от страха за себя и за родных Я еще не знал, что ждет меня в месте Которое я по ошибке называл домом Входная дверь была открыта И чуть покачивалась от ветра Мне показалось, что иней покрывают мою кожу Я стиснул кулаки Мрак просачивался в прихожую А с ним, медленно планируя на ковер, влетали снежинки Будто стая падальщиков, почуявших добычу Я вообразил три мясорубки в разных частях дома И трех близких людей Перемалываемых лезвиями Я осторожно перешагнул порог Раньше здесь был мат Редактор субтитров А.Семкин